Доброе-доброе утро, как я вовремя сказала. Ничего себе. Я в шоке от того, как Кира пришла с самого утра. 7.46, я её будила. Всего лишь 16 минут, представляете? 16 минут на пробуждение. Но я сама сегодня так спать хочу. А я не знаю, я заснула нормально, в том-то и прикол. Но вот сегодня день какой-то, что спать очень хочется. Я настолько сильно хочу спать, что когда зазвонил Вудимик, я такая взяла его. Блин, может быть сказать, что Кира в школу не пойдёт? Нет, надо подъём сделать. Ну давай скажем. Не-не-не, Зайка, в школу идём. Это знаешь, как называется? Сегодня такие уже важные уроки не пьяла, не приняла ничего. Зайка, это называется ответственность. Поэтому мы ответственно идём в школу. Так в том-то прикол, что я уже КР написала. Нет, Зайка. И сегодня не будет никаких КР. И Сирен Суни не будет. Нет. Я, кстати, когда Курбалю написала, я думала, я не напишу и написала всё. Я так быстро не писала аж. А вы когда писали? Вчера? Да, аж страшно. А, то есть вчера были контрольные всё-таки, да? Она была самостоятельная по... Химия? Там была... Типа, в сумме, в ц... Вице-педагога. Угу. Вот. И полукольное было. 12 заданий. Там... А по химии ты написала? Да. Ну, по химии там ещё какое-то непонятное задание было. Я не знала. Да, сейчас... Я говорю, сейчас у вас эта вся неделя будет контрольных работ. Сейчас вас будут проверять, как вы учились на дистанционке. Что вы выучили и вообще, насколько вы получили хоть какие-то знания. Боже мой, а мне что-то так вообще... Меня жарит очень сильно. И знаете, что я хочу? Я хочу взять вот такую вот свою штучку. И сделать себе вот сад. О, боже, как это хорошо. В общем, ребята, знаете, что я скажу вам? Доброе-доброе утречко. Мы завтракаем и собираемся. Теперь мы просто красотки. Самые настоящие. Вот такие вот. А теперь по плану что? Как вы думаете? Конечно же, Лижечко. Лижечко, просыпайся. Лижечко, вставай. Ой. Бог ты мой. Вставай, Снежок. Нет, давай. Подъем. Вот так вот. Снег, подъем. Я не буду с тобой играть. Я буду делать дела. Давай, давай, давай. Объем. Снег. Никто не любит, когда я стелю кровать. Я тоже ее не люблю стелить. Все готово. Красота. Сразу же так места стало намного больше. Сразу же такое вух пространство. Хоть и маленькое, зато наше любимое. И, как вы знаете, безумно дорого. Так. Та-да-дам. Это сюда. Сюда. О, и Кира проснулась. Ты куда? Пошла. Ты зачем? Пошла? Пошла. А, красоту наводить. Ну, давай. Опять. Каждое утро встает, и каждое утро. Что с моим лицом? Что с моим лицом? Может, ты поменьше кушай сладкого? Чипсов, сухариков? Так я не могу. Ну, конечно. А в школе что ты покупаешь? Ничего. Ничего? В школе работает вообще столовая сейчас? Наверное, да. Она туда ходит, но я не знаю. Я не люблю одну туда ходить. Вообще не хочется. Десять хочется, а хрень не хочется. А Настя будет ходить только со второй четверти. Ко мне. А, она еще до сих пор не ходит в школу? Да, она аж на дистанционную его дала. И пойдет только со второй четверти. Вообще только со второй. И что, вторая четверть будет супер клевая. Все будем ходить в школу. Каждый день. Every day. Every day. Даже суббота, воскресенье. О, кстати, сегодня у нас. А у нас есть классы только три свободных места. Это кто-то не пришел, и я сижу на последней партии сама. И Лиза передо мной сидит сама. Слушайте, ну сама вообще классно сидеть. Так, сегодня у нас какой? Двадцать пятая, правильно же, да? Двадцать пятая, и сегодня у нас уже вторник. Делаешь такой же знаешь, как я? Сижу на уроках. Как? Я беру, ну смотря какой учитель и шам я наложил, я беру, закидываю ноги на стул рядом и сижу. Видишь, я же говорю, что клево сидеть, когда ты сидишь одна. Тебе никто не мешает, никто локтями тебя не толкает. Ноги можно раскинуть везде, где хочешь. Знаете, мне с Настей, я хочу, чтобы она со мной сидела, потому что мы не будем проводить. Я уже поскучила сильным разговором. Мы с Лизой на уроках разговаривали. Целый урок, короче, разговаривали. И так семьялись, это жесть. У меня же тушь потекла. Прикинь, я встала. Я прикидываю, да, я как раз хотела это показать, что ты уже выходишь. Давай, Жайка. Шкаф, шкаф. Так, и надо сейчас написать вчителю, что Кира уже вышла и пошла до школы. И треба себя до Лады доводить, потому что что-то есть, какая-то такая, не такая. Сегодня на улице снова у нас не холодно. Ах, ах, красота. Сейчас посмотрим, где там Кира наша выходит. Если она, конечно, в школу ходит, потому что когда она шла домой, мы ее со снегом не видели. Снег, где Кира? Ты не знаешь, да? Я тоже не знаю. Она пошла. Идет моя красоточка, моя девочка любимая. Хорошего ей дня. Каждый раз, когда спускаемся, Доби цепляется за перила. Перила дурацкие, поводок дурацкий. Ой, зато погода сегодня цикарная. Господи, солнышко светит. Спасибо тебе, Боженька, за такую прекрасную погоду. Посмотрите, какая прелесть. Тепло. Просто кайф. Я кайфую. Я наслаждаюсь этой красотой. Сегодня нельзя не насладиться. Сегодня реально очень тепло. Сегодня, ну я не знаю, вот. И что самое главное, сухо, комфортно. Божественно. Главное еще, чтобы было день тихо. И тогда вообще будет день просто шикарно-замечательный. И Кира сейчас в подвал пойдет. У нас началась тревога. Снег. Ты слышишь, что на улице началась тревога? Слышит. Сейчас Кирюха снова позвонит и скажет, Мама, я не ведусь идти в подвале. Ну я считаю, знаете как? Я считаю, что мне нужно приклеить мою гирлянду, потому что она отпала. Потому что я включаю вот эту вот штуку, она дует воздухом. И скотч немножко отходит. И поэтому мне сейчас нужно здесь все привести в порядок. Короче, знаете, как я это делаю? Я это делаю другим скотчем. Вот таким вот. Вот такой вот есть у Кири скотч. И я им так тихонечко. Тык, 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 тык. Короче, будем давайте заниматься этим делом. Главное с этого стула не упасть. Потому что он такой крутящийся. Ой, боже, боже. Ой, боже, боже. Что тут у нас? Тихо, стой на месте. Ты. Тихо, стой на месте. Тихо, стой на месте. Ох, что-то развылось так сильно. Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ты меня выдержишь? Господи, главное сейчас не шлепнуться. Господи. Маруська. Сейчас как упадешь, сломаешь себе черепушку. Смири. Ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Есть. Все. Да, молодец. Я молодец. Почему? Потому что... Клевая штука, кстати. Реально скотч в виде корректора. Обалденный. Мне водичку привезли. Какая красота. Позвонили, а я... У меня еще оставалось полтора литра воды в бутле. И я бегом начала сюда все сливать. Везде все сливать. Кофейную чашу тоже подготовила, чтобы везде все слить. В общем, успела. Успела до того, чтобы отдать пустые бутли и новую водичку привезли. Все. Вода у нас есть. Я теперь спокойна. Потому что Кира у меня просто, понимаете, она под этой штукой сидит и постоянно пьет. Кстати, еще штука. Мне теперь нужно вот эту вот вещь зарядить. Но для этого мне нужно найти зарядку. Ой, если я не ошибаюсь, то я ее где-то сюда положила. Боже, а Кира справку так и не отнесла в школу. Она должна мне справку. Так. Это не тот провод. Опять у меня тут с проводами дилемма. Так, вот этот, по-моему, он. Да тихо, не мешай мне. Убирай тихонечко. Это заряжается. Мне тут только что начали писать комментарии по поводу того, что я плачусь, а сама стираю каждый день. Ребята, ну я не знаю. Но вот как можно стирать не каждый день? У нас не настолько много вещей, чтобы можно было не стирать. Мы постирали, они сохнут. Мы одеваем другую вещь. Другую вещь постирана. Одеваем ту, которая высохла. Вот и все. А носить грязные вещи? Ну, простите, пожалуйста. Я, например, терпеть не могу. И когда я иду где-то, и я слышу от человека неприятный запах. Поверьте, это ужасно. Это просто капец. У меня настолько сильный чувствительный нос, что если я слышу неприятный запах, у меня начинается рвотный рефлекс. Реально начинается рвотный рефлекс. Поэтому я стираю, да, каждый день. Во-первых, у меня еще собаки ходят на пеленки, которые я тоже стираю каждый день. Я не покупаю пеленки... Да что же мне пылесос не дают вам убирать? Я не покупаю пеленки одноразовые, потому что это очень дорого. Я покупаю пеленки многоразовые. Собаки сходили в туалет ночью. Пеленки идут в стирку. Они стираются. Точно так же, как и вещи. Нижнее белье, носки. Каждый день все это меняется. Ребята, футболки. Все меняется ежедневно. Может быть, не ежедневно. Это разве что только у нас не меняется пижамы, которые мы стираем через день, через два дня. А так практически каждый день все стирается. Ну, простите. Я не знаю, как другие люди. Я люблю, чтобы у меня одежда была чистая. Я чувствую, что если я одежду один раз одела, то второй раз я уже слышу от нее запах. Запах не грязного, а запах уже ношеного. И поэтому мне некомфортно. Я люблю чистые вещи. Мне как-то писали. Боже, а зачем ты стираешь зимние курточки? Я типа их вообще никогда в жизни не стирал. I don't know, как это так не стирать курточки. Мне кажется, курточки это вообще та вещь, которая пачкается даже, наверное, быстрее, чем реглан. Почему? Потому что вечно карманы ты руки засовываешь. Ты вечно что-то трогаешь. Потом в карманы. У тебя карманы всегда грязные. У меня на курточках вот здесь вот всегда тоже какая-то беда грязная. Ну, я не знаю, как можно не стирать вещи. Реально не знаю. Люди пишут, мы неделю не стираем вещи, носим. Как можно носить неделю? Нет, может быть, у вас там суперкрутой организм, и он у вас не выделяет вообще никаких потовых выделений, и вы можете носить и месяцами вещи. А может быть, вы просто не слышите своего запаха, потому что человек своего запаха не слышит, но поверьте, окружающие его слышат. В общем, стираю, да, стираю я ежедневно. И если я стираю ежедневно, я буду платить за эту стирку ежемесячно. Ну, я что сделать? Я на самом деле в прошлом блоге говорила, что это не только у меня, ребят, не только у меня. Сейчас у всех в нашей стране такая проблема, и это очень тяжело. И я просто эту тему подняла. Ничего, переживём проблема-то какая. Война всего лишь навсего. Да, разберёмся. Чё мы? Мы сильные. Мы сильнее, мы сильнее, мы украинцы. А ещё такой один фактор. Просто вот математически, давайте вот предпредпредпред... Как это говорится, предположим математически. А набирается куча белья. Много белья. В машину залазит определённое количество. То есть я, например, сегодня постирала две стирки. Одну стирку бельё, вторую стирку пелёнки. Если я это не буду стирать в течение недели, то тогда у меня за всё это время накопится стирка, которая будет стираться, не переставая, в течение, наверное, 24 часов. То есть не переставая. А теперь давайте разницу. Ну где она будет, эта разница? Знаете, как, ребята, 2 плюс 2 равно 4. От переменной мест слагаемых сумма не поменяется. Стирка один-два раза в день. Или стирка будет в течение двух дней круглосуточно. То есть ну где тут логика? Тут ну или вообще походу не пользуются стиральные машины, или как? Ещё мне тут написали, типа, что у тебя просто куча техники, которой ты пользуешься постоянно. Да, это у меня включено сейчас, это у меня включено сейчас, это у меня включено сейчас, это у меня тоже работает. У меня сейчас работает всё. Ну логически, подумайте. Если что-то из этого работает, то оно работает в течение 15-20 минут. Всё. Эта штука вообще работает в течение секунды. Утром кофе, две чашки выпить. То есть понимаете? А ещё мне тут написали, у вас просто круглосуточно идут друзья. Да, на планшете, на планшете, который не включен в зарядку, который заряжается ночью вместе с телефонами. А сейчас вообще ничего не включено, потому что сейчас его нету. То есть понимаете, где-то нужно немножко думать и соображать. У меня не включено ничего постоянно. Стиральная машина выключается, всё выключается. Пылесос, который работает, ребят. Он стоит на зарядке, его нельзя отключать, потому что он потом теряет связь. Он практически ничего не тянет. А когда он работает без зарядного устройства, то он вообще ничего не тянет, потому что, грубо говоря, он на зарядке, он на батарейках. Поймите, просто на батарейках. А больше у меня ничего не включено. Здесь включены зарядки для телефона, но они же сейчас не заряжают, поэтому, видите, тут даже специальная такая штучка. А нет, тут сейчас чекири на часы заряжаются. Вот смотрите, видите, вот сейчас он типа работает. Я выключаю часы. Вот они ушли уже с зарядки. Их уже нету на зарядке. И всё, и эта штука уже не работает. То есть, ну, этот пылесос надо выкинуть, надо вынести его, потому что мне надо дождаться, пока мальчики придут и его вынесут. И вот, видите, всё, уже не работает. Компьютер тоже у меня не работает круглосуточно. У меня ничего не работает круглосуточно. Максимум, что у меня круглосуточно работал, это планшет, да, который не стоял на зарядке. То есть, просто планшет, который себе работал. Но этот планшет, его сейчас уже нету. Он ушёл в школу вместе с кирой. Поэтому не надо искать во мне, в моих словах, какие-то такие ваши доводы или какие-то такие ваши, типа, утырки мне, что, типа, я делаю что-то неправильно. Всё я роблю правильно. Всё я роблю так, как требу. А, и вот это, да, вот это вот у меня самая энергозатратная вещь. Мои гирлянды, которые на батарейках. Самая затратная. Да, у меня включено постоянно. Это единственное, что Wi-Fi. Вот Wi-Fi включен постоянно. И холодильник. Wi-Fi, холодильник, который постоянно, вечно работает. Непосредственно включены в розетку и работают. Вот эти вот вещи, они включены в розетку, но они не работают. Они начинают работать только после того, как я нажимаю кнопку включить. Сейчас они выключены. Это выключено, это выключено, это выключено, это выключено. все выключено, и оно сейчас ничего не тянет. Единственное, что сейчас это у меня Wi-Fi, да, работает и холодильник. Вот это вот две вещи, которые четко что-то тянут. Ну, холодильник я не отключу, Wi-Fi я тоже не отключу. Все. Какой же ты молодец! Какой же ты молодец! Сидит и грызет, сидит и грызет и достает оттуда. А там не синтепон. Это синтепон с какой-то другой лежанки. Там у нас пух. Просто настоящий вот такой вот, не пуховатый. Не знаю, что это такое. Прям вата-вата. Реально вата. Мягкая-мягкая, потому что вот это синтепон, он такой жесткий. А тут мягусенькая. И уже разгрыз дырочку и достает оттуда. Добби! Хватит грызть лежанки, я тебя прошу! Ну, все уже погрыз. Все новые лежанки погрызаны тобой. Даже эту уже умудрился погрыз. Хотя анти-грыз. Анти-царап. И все равно погрыз. Тера, тебе удобно? На, вот это грызи. Есть же игрушки, которые можно грызть. Нет. Грызешь лежанки. Вот это тут, короче, воды налили. Прям по самое не хочу. Я даже не могу вот эту штуку вставить. Потому что я ее вставляю, и водичка начинает выливаться. Как-то так. Смотрите, что происходит. И что мне делать? Я знаю, что. Берем чайник. Берем вот эту штучку. Делаем вот так. И все готово. По-другому просто реально не получится. Первый раз так они набрали воды. Что она по самое-самое горлышком. Не пожалели, не пожалели. Так, 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 так. Так, что мне нужно делать? Мне на самом деле нужно, знаете, что? Мне нужно приготовить обед какой-то. А я не знаю, что мне готовить. Потому что у меня еще есть вермишелька. Чуть-чуть. Короче, на обед у меня есть что. А на вечер я не знаю. На вечер я что-то придумаю. Представляете, вчера хотела заказать Макдональдс. Вот что-то так сильно захотелось. И я захожу на доставку и такая, есть заказ. Я уже его почти оформила. Посидела, подумала, такая, не, не буду заказывать. Есть что, есть не буду. Сегодня, думаю, закажу. Как раз Кира придет, уже будет Мак. Ну, думаю, там бургеры парочку. Нормально. И сегодня нету доставки. Короче, как-то уникально так получается. Вообще, очень сложно у нас словить доставку именно в наш район, на Макдональдс. Потому что не все доставки работают непосредственно в наш район и в наш дом. Вообще, какая-то туристика мы где-то на отшибе. Вроде бы в центре живем и вроде бы на отшибе. В общем, веселуха. Поэтому Макдональдса не будет. Будет, как это говорится, домашняя еда. Ну, все есть. Я просто так хотела, знаете, что-то так захотелось. Уже столько времени хочется его. И столько времени постоянно откладываешь, откладываешь. А тут он еще открылся у нас совсем рядышком, что доставка может быть максимально быстро и она еще придет горячая. И невозможно. Думаю, да ладно. Я, короче, не расстраиваюсь на самом деле. Макдональдс – это такая вещь. Захотел, съел, забыл. Просто думала сделать сюрприз. Но сюрприз не получился. Зато отбой воздушной тревоги уже был и дети снова пошли учиться. Я не знаю, сколько они сегодня уроков опять посидели. Наверное, два посидели, два или три посидели. Два, видимо, в подвале, потому что тревога была, по-моему, опять-таки, часа полтора или два. А, ну да. В общем, опять они полдня протусили, просидели, ничего не проделали. Окей, я кофе хочу. Воду сделала, теперь можно кофе попить. Я что-то так... У меня на самом деле... Помните, я выходила на улицу, какая была шикарная погода, да? Просто офигеть была погода. Солнышко такое замечательное. Уже на улице прошел дождь, уже на улице пасмурно, и уже по прогнозу погоды обещают, что будет дождь. Вот видите, вот видите, вот теперь я ее включила. Так что... Так что, так что, так что, как-то так. У меня начинает болеть голова, и я уже выпила таблетку. Да. Надо, наверное, все открыть. Сейчас, наверное, все пооткрываю к приходу Кирюхи, чтобы... Свет включаю, чтобы вам было лучше видно. Приходу Кирюхи все открою, пусть здесь везде все проветрится, а потом можно будет все снова позакрывать. Так, и завтра надо не забыть, надо не забыть. Что мне завтра надо? Что завтра нужно... А где эта штука находится? Я уже потеряла. Фух, слава богу, есть. Вот она. Что надо завтра пойти узнать, починили ли Кирину обувь. Сможет ли она ее носить, или нужно будет покупать что-то ей новенькое. Как же оно пахнет. Это такой аромат... Ммм... Сразу голова перестает болеть. Только слышишь запах кофе, сразу голова пах и не болит. А потом пах и болит. Ладно. У меня там уже мясо снова размораживается. Почему так часто размораживаю? Потому что я, как говорила, я по маленьким порциям кладу в морозилку и размораживаю перед тем, как приготовить. То есть мясо у нас не лежит один-два дня. Я приготовила на один раз, мы поели, забыли. Приготовила на один раз, мы поели, забыли. Наша любимая подружка. Самая большая. Черныш за клеткой. И Шанти там тоже всегда ходит, потому что она страшно не любит эту площадку. Что вы там увидели? Тера. Тера. Тера сюда на своей волне. Просто ей никогда ничего не надо. Добик на тебя нападает. Завела собак. Сейчас хочу зайти вот сюда вот и попробовать сделать Кирюшке ключи от домофона. Если, конечно, здесь открыто. Ага. Прекрасно. Ничего я не сделала. Значит, пойду в фору за молоком. Купила яичек и молочка, чтобы было из чего сделать. Вдруг захочется блинчиков, потому что, как всегда, что-то, чего-то одного нет. Яйца у нас вообще последнее время уходят очень быстро, потому что Кирюха раньше яйца не ела, а сейчас каждый день два яйца просто вух, улетает. Сейчас она придет со школы, наверное, снова мега голодная. Надо будет зайти сейчас в наш магазин и узнать, может быть, там привезли снова нашу колбаску, потому что колбаски уже, ребята, нету. Маленькая палочка ушла очень быстро. И думала, Киру встречу, но не встретила. У нее еще уроки. Специально включила камеру, чтобы показать вот это. Вот идет меня копирует. Че? А что, нет? Нет. А куда ты идешь? За Виктором. А, я думала, за Кирой. А когда у Кири заканчиваются уроки? Я что знаю. Ты все знаешь? Нет. А что ты в капюшоне? Тебе не жарко? Нет. Ты что, побрился? Не холодно. Покажись. Нет. Аскировка. А? От кого? Интересно. Еще сильнее. Мусор ты мне когда вынесешь? Пошли, я тебя вынесу. Идем. Егор идет и надо мной прикалывается. Сними шапку. А что сейчас будет? Вы придете домой и будете говорить. Я пришла с магазина купила яйца, дорогие. Что еще я скажу? Нет, я сейчас дам тебе мусорные пакеты и ты пойдешь выносить. Привет. Привет. Так. Вот видите, как у меня. На. Целый пакет. Куда? Где? Вот. А мне вот это отдавай. Спасибо. Вот это за полдня. Как? В однохомной квартире. Я не знаю как. Мы очень много кушаем. Как вы ее прибили, кстати? На скотч. Вот и все. Мусор унесли. Видите, как у меня? Все четко. Все четенько. А в магазине я взяла молоко, яйца, взяла наггетсы и взяла попробовать овсяное молоко. Говорят, тоже очень вкусное. Но я решила взять маленькое, попробовать. Если мне понравится, то, может быть, буду брать овсяное а-ля кокосовое. Было бы вот такие вот маленькие упаковки разных, но нигде не могу найти кокосовое. То есть, все виды есть, кроме кокосового в маленьком виде. Вот. Ну, в общем, попробуем. Потом скажу, понравилось ли мне с овсяным или нет. А сейчас, наверное, приготовлю наггетсы. И будут наггетсы с вермишелькой. Представляете, пошла в магазин, все купила, прихожу домой и мальчишкам рассказываю, что не могу заказать Макдональдс. Они такие начинают смотреть и говорят, тоже есть доставка. Я смотрю, и твою же дивизию, да, действительно, уже доставка есть. То есть, я немножко не успела, но я уже потратила деньги на сегодняшний день, и поэтому я ничего не могу сегодня больше заказать. Сегодня будут наггетсы. Не с Макдональдса, а мои личные. Кстати, я вот это думаю, может быть, сейчас их попробовать приготовить в аэрогриле, потому что я еще там никогда не пробовала, но говорят, что в аэрогриле тоже очень круто получается. Я сейчас попробую две штучки приготовить в аэрогриле, если у меня выйдет, то будет круто, потому что знаю, что замороженные круассаны сюда кладут, и они обалденные выходят. Я уже видела рецепты. Попробую еще наггетсы. Ну, а с этим молочком мы потом посмотрим. А пацаны, пошли выносить мне мусор и, возможно, пошли встречать Киру со школы. Сейчас попробуем. Только вот я не знаю, на что здесь ставить. Есть картошка, куриные крылышки, рыба, стейк, креветки, овощи, пирог, сухофрукты. Черт его знает, что он. Давайте попробуем на куриные крылышки наполовину. Надеюсь, у меня что-то получится. Вот он. Я так и знала, что вы пошли за ней. Я ее никуда не отпущу. Не, 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 не. Ну, прийдет. Ты сначала покушаешь, Кира. Поняла, иди кушай, иди гулять. Ну, а дядя Маша уже проговорилась. Она могла сказать, сначала покушать, уроки, а потом гулять. А сейчас вы ее без рук пропускаете. Сдрысни с глаз моих очей. Чего? Базара, сдам тебе тренделей. Нет. Стихами я заговорила, сейчас я заговорю ремнями. Мам, что? Нет. Ты хочешь мне показать оценку? Нет. Какая оценка? Боже. Помнишь, я говорила, что я хочу на Алиэкспрессе заказать кольца? Короче, Лиза вчера такая говорит, ну, я же тоже на Алиэкспрессе заказывала. Я заказывала, я их носила уже. Ну, теперь я уже не нашу, я могу тебе отдать. Я такая, ну, давай. Мне такая прикольная. Клево. Это кто, ангел? Стрекоза? Это фея какая-то. Это садечка. Ух ты, класс. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Вау. Обалдеть. И вот это клевое. Заходи, Егор, заходи. Вот это классно. Вот это обалденно. Боже, как раз на мой пальчик. А можно я какой-то возьму у тебя? Вот это тоже прикольно. И вот это милое. А что ты не хочешь зайти? Я слегка. О, так. О, как раз на мой пальчик. Посмотрите, боже мой. Еще даже большое надо уменьшить. Вот такое. Вот это, наверное, какой размер вообще, мосикусенький. Но очень миленькое. Так, еще вот это померяю. Ой, это, о, это вот сюда. Клево. Я тоже могу себе везде кольца теперь одеть. Это сюда. Это сюда. Клево. Класс. О, знаете, на кого сейчас я буду похожа, если я одену все кольца? Но все у меня не получится, потому что у меня слишком узкие пальцы. Оно, видите, даже на больших пальцах входит и выходит максимально легко. Вот это, наверное, единственное. Вот так вот. Вот это можно носить. Мне нравится. Очень прикольно. А это большое. Это большое. Это, наверное, вот сюда. О, вот так вот можно. Короче, я сейчас похожа в этом во всем. Если я вот так вот все сделаю, то я буду похожа на Фиби. из сериалов, друзья. Какое же мне оставить колечко? Наверное, вот это вот с ромашкой. Вот это вот широкое с ромашкой. Оно мне нравится. Вот это. Только мне, конечно, нравится, что оно на большом пальце. Лучше сюда и каким-то образом его уменьшить. О! Вот так вот. Прикольно. Кира! Да! Можно я возьму у тебя одно колечко? Круто, круто! Мне подарили. У меня тоже есть в кольцо. Как в школе день прошел? Нормально. Что получилось? Сколько уроков сидели в подвале? Ну, почти три. Ого! Слушай, а вы в подвале не учитесь? Нет. Просто сидите? Я в телефон играла. Прикольно было, чтобы вы учились еще там. Как там можно учиться, если там, ну там жесть, наверное. А сколько там? Все классы, что ли, да? Да. Там вся школа. А, ясно. И жарко там? Отопление включили уже? Там нет, но там жарко. ты прикинь, все сидят вот так. Вот человек, вот человек, вот человек. Угу. Я села на стул, а не на лавочку. Вот так вот, вот так вот развалилась. Вот так вот. Играла в папку. Во что? В папку. В папку? Да. Это какая-то новая игра? Нет, не новая. Так, слушай, я знаю, что готовлю, на самом деле. Почему ты в обуви ходишь, Кир? Я только что попылесесила. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, переоденься. Все равно тебе придется покушать, а потом уже будешь одеваться. Я тебе готовлю наггетсы, пробую в аэрогриле. Если получится, будешь есть. Если не получится, дам колбасу. Так, проверяем. А, еще 4 минуты. Еще 4 минутки. Но мне кажется, что очень даже круто получается. И без масла, и вообще шикарно. Дело в том, что я раньше не знала, что можно замороженное кидать туда и готовить. Это я увидела у кого-то, по-моему, во влоге. Не помню у кого, что вот он делал круассаны в аэрогриле. И думаю, так, подождите, круассаны замороженные в аэрогриле, это круто. Значит, можно в аэрогриле делать замороженные продукты, и они выходят шикарно, классно. И вот решила попробовать с налицами, и да, действительно, перфекто. Опачки, опачки, Кира мне принесла мой телевизор. Я теперь смогу что-то посмотреть. О, здесь урок был. Принятие христианства маловажливое историческое значение для подальшего разведка Руси, Украины. Круто. Но мне это не нужно. Мне нужно вот это. Смотрите. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Ну как, Кирюх? Оно по вкусу, вот не как обычно ты делаешь, как обычно ты делаешь тоже вкусно. Но это именно, знаешь, с KFC такие. Прямо как с KFC? Кручки. Ну, наггетсы тоже, да, в KFC называется. Или крылышки. А вот, похоже. Вот я же говорила, ребята, что я приготовлю как в Макдональдсе, только в домашнем приготовлении. Так и получилось. Я просто сегодня хотела заказать Макдональдс тебе с сюрпризом. И не было доставки. Сходила в магазин, всё купила, пришла домой, доставка появилась. А ты такая, у меня денег нет. Да. А кто тебе рассказал? Егор. Вот Егор, блин, девочка. Ну, я в шоке. Как рассказывать всё. Сплетница. Добичка нет. А ты шо, школу решила пересмотреть? Кира пересматривает школу 355-й раз. Я тысячный раз пересматриваю друзей. Всем приятного аппетита. На улице начался дождь. Мелкий такой, мелкий. Прямо аж такая моросит, моросит. Кира ушла гулять, а я пошла готовить. Не знаю, конечно, как она гуляет на улице в такую погоду. Я даже с собаками в такую не выйду. Но у меня дело в том, что даже собаки в такую погоду не выйдут. Хотя сколько? 16-18. Им уже через час надо будет идти гулять. Но что но? Но гулять они не пойдут. Постелю им пеленки. Не, ну конечно, я с ними выйду. Ну, короче, сейчас. Сейчас хочу взять планшет. Боже, темень такая. Темень тьма тьмущая. И готовить. Смотреть, готовить. А что я буду? Я так до сих пор и не решила, что я буду готовить. Представляете? Я это мясо разморозила, но я не знаю, надо ли его делать. Не, наверное, все-таки я его сделаю. А с чем? А с чем? А! Прекрасно! Думаю, что случилось? Нету света. Нету света. Света нет. Блин, открыла холодильник, а он не рабочий. Поэтому, да, поэтому, значит, я приготовлю курочку сейчас с томатами и, наверное, и поджарю картошку или сварю картошку. Наверное, пюрешку сделаю. Жареная картошка недавно была. Сделаю пюрешку. Молоко есть, масло есть, все есть. И вот эту курочку, которую я разморозила, я сейчас ее маленькими дольками на сковородку с помидорами и стушу. Да, будет отлично. Только я ничего посмотреть не могу. А-а-а, прухови селуха, прухови селуха, Света нету, тра-ра-ля, вот такие вот дела. Картошечку уже поставила вариться. Здесь уже курочка обжаривается в соусе териаки и в соевом соусе. Потом туда пойдут еще помидорки и по готовности я еще добавлю кунжут. Будет очень-очень вкусно. Также я ещё люблю туда добавлять зелёный лук и сыр. Это вообще получается нереально. Но сыра у меня нету, зелёного лука у меня тоже нету. Поэтому делаю всё по-минимальному. Кирюхе позвонила, сказала, что бы там мощно. Что там гулять по той улице в дождь. Собаки грустят. Грустинку включили. Я на самом деле тоже включила грустинку, потому что я ничего не могу посмотреть. Потому что у нас в квартире теми. Кстати, на камере кажется не так темно, как в реальности. В реальности просто тут ничего не видно. А на камере так светло. Кто стучится? Дверь моя. Это доченька моя. Привет. Опачки, всё попадало. Заходи, намокла? А что это у меня с камерой такое? О, так лучше. Сухая? Что такая расстроенная? Я тебя достала из друзей? Нет. Ты из-за этого расстроилась? Нет, у меня мало процентов. А, за пауэрбанк возьми, он заряжён. Моя курочка уже, смотрите, отлично приготовилась. Света, Кира, не будет до восьми. Можешь пойти залезть в ванну. А я тебе сделаю кучу свечей. И будет у тебя такой а-ля романтик. Романтик. Включи фонарики, тебе светлее будет. Ну, ладно. Добби, я тебя уже ругала сегодня за это. Ну, ты издеваешься надо мной, что ли? Что ты делаешь? Ну, ты посмотри, что это такое? Иди сюда. Что это такое? Ну, почему ты так понимаешь, а по-другому нет? Ну, ты посмотри, что это? Это можно делать? Это можно делать? Ты по носу треснул, попаду. Ты нормально там у тебя получается краситься? Ух ты! Мам, ты светишь или ничего не вижу? А покажи, пожалуйста. Так, ну, я не могу, ты светишь, я ничего не вижу. Так я хочу посмотреть, и я ухожу. Я сейчас просто уже буду прощаться со всеми, потому что неизвестно, когда у нас свет включит. Но хочу показать твою клевую паутину. Еще же не Хэллоуин. А ты уже так красиво накрасилась. Покажешь? Наполовину. Все равно потом все в этом увидят. В инстаграме. Вау! Я нашла вот такую вот штучку, потому что она мне нужна сейчас. А знаете зачем? Затем, чтобы вы меня хоть немножко видели. Короче, я хочу сейчас вам всем передать привет, ребята. Приветов настолько много, что они у меня все даже не поместились на доске. И, скорее всего, все не поместились вообще там, где я их писала. Возможно, я кого-то забыла. Но постаралась максимально всех вписать. И на сегодня я хочу вам всем сказать пока, потому что неизвестно, когда у нас появится свет. И, конечно же, в такой темноте ничего толком не покажешь и не расскажешь. Поэтому я передаю вам приветы и всем вам говорю чаушки-какаушки. И вот кто у нас попал на доску приветов. Вы посмотрите, я даже на холодильнике написала. В общем, ребята, смотрите, кто здесь. Я думаю, кто-то из вас по-любому есть. Амина Эгамова, Темочки Лавушки, Карина, Трибрат, Диана Чайка, Мадина МК, Лиска, Диана Дусарь, Мисс Асык, Квасик Красивна, Аленка Мирослава Елкина, Даша Наша Деревня, Катерина Потапенко, Настя 666, Людмила Керженцова, Оксана Швыченкова, Таня Алина. Олекса 06, Даша Мур, Настя Детюк, Ксюш, Белка Николь, Анастасия Бута. Господи, ребята, сколько у вас тут? Настя Анашкина, Добровольская Катерина, Строя Бореника, Дашаня, София Борисова, Наташа Колесник, Окси Мун, Просто Саби, Крисис, Светлана Дудышева, Валера Лейса, Мира Абдраевна. Эльвира Бобровская, ЛК Милк, Порхи Настя, Даша Флорова, Айм Аля, Виктория Эйротвиксив, наверное, правильно, и Настя. В общем, ребята, всем вам привет! Ну и, конечно же, всем вам на сегодня и пока! До скорой встречи! Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк. Не забывайте подписаться на Телеграм, на Инстаграм и на все прочие соцсети, где мы с вами общаемся тоже очень часто и очень много. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok